Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Лука Кранх-старший. Отдых во время бегства в Египет. Немецкая школа. Кранх, прозванный так по месту своего рождения, в действительности же Лука Мюллер жил в Виттенберге и состоял придворным живописцем курфюрста Фридриха Мудрого, черты которого передает нам хранящийся в Эрмитаже портрет, вышедший из мастерской Кранха, когда как портрет супруги курфюста Сибиллы, хранящийся там же, написан самим Кранхом. Ванера позднейшего периода деятельности этого художника отличается сухостью рисунка и рутинностью композиции. Женские типы его с их узкими талиями, высокими лбами и косо нарисованными глазами представляют полнейшую противоположность греческому и итальянскому идеалу красоты. Но все эти недостатки искупаются наивным поэтическим пониманием и чутьем природы. Между произведением Кранха первое место по простоте и наивной непосредственности занимает портрет. Кроме вышеупомянутых портретов, в Эрмитаже хранится еще портрет кардинала Альбрехта Брандербургского и три очень характерные картины Кранха. Богоматерь под яблоней, Богоматерь виноградники и Венера и Амур. Благодаря роли, которую он играл в реформации, большому распространению его гравюры на дереве и на меде, а также благодаря картинам, в которых он бичевал злоупотребление папства, Кранх в течение столетий занимал место рядом с величайшими немецкими мастерами эпохи реформации, Дюрером и Гальбейном. Но в новейшее время слава его сильно померкла. Ему по справедливости поставили в упрек его дюжинами исполненные портреты проповедников и князей, а также его нехудожественные позднейшие догматические картины, забыв при этом прекрасные произведения раннего периода. В некоторых современных биографиях Кранха представляют ограниченным немецким филистером, ханджой и лицемером. Но это чистая клевета. Кранх был цельной натурой, вполне достойной дружбы такого человека, как Лютер. Доказательством тому служит вся его жизнь. Ну и как художник Кранх был также цельной натурой. Это мы видим из длинного ряда картин и великолепных гравюр, произведений ранней поры его жизни. Между этими юношескими работами особое внимание обращает на себе отдых во время бегства. Эта картина, приобретенная в Берлинской галереи и украшавшая собой прежде галерею Шара в Риме. Даже у Дюрера мало встречается таких пейзажей, полных поэзии, наивной и свежей концепции и чисто германского понимания природы. Картинный отдых во время бегства производит впечатление старинной лесной сказки с гениями, гномами из древнегерманской народной поэзии. Не в песчаной пустыне и не у подножья Синая отдыхает его святое семейство, а в таинственной чаще на южной опушке Тюрингенского леса, где между деревьями проглядывают синеватые вершины гор. На берегу ручья под старой седой обросшим хом елью расположилась святая семья. Ангелы слетели, чтобы служить младенцу. Они приносят ему плоды из леса и воды из ручья, а также пестрых бабочек и птичек для забавы. Родители так же, как и ангелы, не отличают классической красотой. Это добрые, славные люди, ремесленники чисто немецкого типа. Роскошный колорит картины дышит гармонией тонов, и солнечный свет ясно и мирно обливает всю сцену своим сиянием. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественная репродукция в фотогравюрах. Бодейк-Напа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok